Помнить о прошлом ради будущего, использовать накопленный опыт для воспитания сегодняшнего подрастающего поколения. О необходимости возрождения лучших традиций пионерии говорили участники встречи, состоявшейся в маркетинго-выставочном комплексе производственного объединения «Старт». 19 мая Всесоюзной пионерской организации исполнится 100 лет. Те, кто когда-то с гордостью носил пионерский галстук, кто был вожатым и наставником юных пионеров, уверены – участие в пионерском движении помогало формировать личность растущего человека, прививало истинные ценности. Всех нас объединяет одно – что мы все были патриотами своей России. И вот те люди, которые сегодня собрались, это все те, кто каким-то образом оказывал шефскую помощь нашим школам, подшефным организациям. Они были вожатыми, они помогали в организации проведения спортивных мероприятий, культурных событий. То есть это те люди, которые помогали школам и отдавали частичку своих знаний и труда. Более 30 лет назад Всесоюзная пионерская организация прекратила свое существование вместе с великой страной, в которой была создана. Но те, кто не забыл романтику пионерского детства, кто рос и воспитывался на высоких идеалах и славных традициях пионерии, готовы делиться своими воспоминаниями с нынешним подрастающим поколением. Это наша святая обязанность, я подчеркиваю, отдать свои частицы души и рассказать о том опыте, потому что мы являемся, наверное, теми людьми, от которых без искажения они услышат правду о том пионерском возрасте, где нет никакой лжи, фальши. В заключение встречи всех собравшихся пригласили на общегородскую пионерскую линейку. Торжество, посвященное столетию Всесоюзной пионерской организации, состоится 18 мая на площади у Дворца творчества детей и молодежи, который зареченцы всех поколений до сих пор называют Домом пионеров. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».